Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Львир Фазлива. И сегодня мы покажем, как огонь уничтожил частный дом, в котором жили шесть человек. Вся семья осталась на улице. Двое детей. И в чем владельцы сгоревшего жилья видят причину возгорания. Расскажем, как Рено Логан на трассе М7 врезался в ассенизаторскую машину. Я сама состала в зале. В аварии пострадала 16-летняя девушка. А также, как молодые люди, еще не успевшие начать законную трудовую деятельность, могут отправиться за решетку на 20 лет. Ему писали личные сообщения. Он отвечал. Он скидывал туда, куда ему перечислить деньги. Это и не только. Прямо сейчас. 16-летняя девушка пострадала в результате крупной аварии на трассе М7 в Искогорском районе Татарстана, недалеко от поселка Щербаковка. Там Рено Логан на полном ходу врезалась в стоящую ассенизаторскую машину. Камаз сломался и стоял на пласте разгона торможения. В этом месте заезд на заправку. После столкновения Рено отбросило на проезжающую мимо Киа. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Мужчине, сидевшим из урлем Рено Логан, еще повезло. При таком сильном ударе он избежал серьезных травм. Его пассажирке повезло меньше. 16-летняя девушка предположительно получила перелом ключицы и была госпитализирована. Все остальные участники ДТП находились в эмоциональном шоке. А водитель ассенизаторской машины рассказал, что сломался. И остановился в самом крайнем правом ряду на полосе разгона торможения. И вдруг сильнейший удар. Сломался встал за ним. После аварийного знака был? Да. Аварийный знак я только остался. Аварийный знак. Судя по всему, водитель Рено не заметил стоящую машину при перестроении со среднего ряда. А после столкновения с Камазом легковушку отбросил на проезжающую Киа Оптима. Как итог, французская иномарка получила тотальное повреждение. Была эвакуирована. Вину в происшествии водитель Рено признал. Экспресс-тест на алкоголь показал, что на момент аварии он был абсолютно трезв. Нофиса Минязова, Айрат Назип, Фалмаз, Зиаддинов, Вызов 112. 91-летний мужчина попал под колеса Лады Ларгус на проспекте Ямашево. Пенсионер переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Но за время, пока горел зеленый, добраться до противоположной стороны дороги не успел. И в момент переключения сигнала его сбила легковушка. Водитель Лады рассказал Олеху Ирудиновой, почему наехал на человека. Самостоятельно дойти до кареты скорой помощи пенсионер не мог. Его погрузили на носилках. Медики осмотрели его на месте и приняли решение о госпитализации. 44-летний водитель Лады Ларгус вдаваться в подробности происшествия отказался. Но рассказал, что пенсионер переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Но сигнал переключился, когда человек еще не успел дойти до края проезжей части. Водитель продолжил свой путь, не убедившись, что дорога свободна. В больнице врачи диагностировали, у 91-летнего мужчины закрытый перелом копчика. Какое наказание понесет водитель, станет известно после разбора происшествия и состояния здоровья пострадавшего мужчины. Алия Харудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. А через 20 минут после этого происшествия на проспекте Победы под колесами Цубиси Аутлендер попал 60-летний мужчина. Он, по уверениям водителя иномарки, был сильно не трезв и переходил дорогу там, где делать этого категорически нельзя. Рамиль Шайдулин с подробностями. Да, не трезвый в состоянии, вылетел на дорогу. Мужчина был настолько пьян, что еле стоял на ногах. Но на проезжей части он появился очень быстро и неожиданно, рассказал 33-летний водитель иномарки. Он ехал по проспекту Победы и на оживленном участке дороги, где поблизости нет пешеходных переходов, увидеть человека на проезжей части явно не ожидал. Наезда пытался избежать, но законы физики обмануть не удалось. О том, что удар был сильным, говорят и повреждения, которые остались на иномарке. Пострадавшего экстренно госпитализировали. У 60-летнего мужчины медики зафиксировали ушиб головного мозга. Рамиль Шайдулин, Эфиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Ниссан и Хиндайс столкнулись этим утром на улице Михаила Миля. По предварительной версии водитель последний потерял управление, после чего выехал на плосу встречного движения и протаранил японскую иномарку. Удар пришелся как раз на водительскую сторону. Несмотря на сильное столкновение, никто из людей не пострадал. Скачок напряжения спровоцировал крупный пожар на улице Прибрежная. По крайней мере, именно в этом владельцы видят причину уничтожения их жилья огнем. Частный дом, в котором проживали шесть человек, выгорел дотла. Никто не пострадал. Все, кто находился внутри, успели покинуть помещение. Жильцы говорят, незадолго до происшествия возле дома работали электрики. После того, как произошел хлопок, а затем вспыхнуло пламя, они уехали. При этом жители улицы отмечают, постоянное отключение электричества уже не раз приводили к проблемам. С места происшествия Айрат Назипов. К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен огнем. В момент возгорания внутри находились люди. Пожилая женщина и ребенок. Оба успели выбраться. Ребенок через окно, хозяйка через дверь. При этом она получила ожоги рук, пытаясь потушить пламя. Я сначала хотела, что-то там воды наброшила, потом там еще больше. Обожгла. Ну и сейчас в больницу, наверное, поедете? Да, в больницу. Как рассказала женщина, пожар начался в туалете. Там находилась стиральная машина. Незадолго до этого на этой улице отключили электричество. А когда включили, из уборной повалил дым и стало вырываться пламя. Скачу к давлению, все жалуются, каждый день выключают свет. Включат, выключат, включат, выключат. Жители улицы рассказали, что незадолго до пожара здесь работали электрики. В момент, когда произошел хлопок, а затем их вспыхнуло пламя, они поспешили покинуть место происшествия. При этом подобные скачки напряжения, говорят жильцы, уже не раз приводили к проблемам. Ну свет регулярно начали выключать, особенно ночью, на 5-10 минут. Вот. Я же говорю, у нас цифровые приставки уже две сгорели. То, что вот они ночью выключают и выключают. А сейчас вообще два дома сгорело. Вся семья осталась на улице. Двое детей. Всего в доме проживали 6 человек. Электрическую проводку они меняли только в этом году. Где теперь будет жить семья, вопрос открытый. Дом со всем имуществом и документами полностью сгорел. Сейчас пожарные дознаватели будут выяснять точные причины возгорания и узнавать, кто и какие работы проводил с электрическими сетями. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. 69-летний житель Ульяновска поплыл в сторону своего родного города из Пасского района по Волге на Льдине. Своё необычное путешествие он начал сегодня в полдень. Правда, не по своей воле. Тонкий лёд на реке треснул, кусок его откололся и вместе с рыболовом стал дрейфовать вниз по течению. Мужчина, видимо, решил, что до Ульяновска таким вот образом он может и не добраться и вызвал спасателей. Они спасли мужчину через полчаса и на судне на воздушной подушке доставили его на берег. Теперь любителю зимней рыбалки предстоит заплатить штраф в 2000 рублей за выход на тонкий лёд. Поймали с поличным. Полицейские Казани задержали трёх молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков. При досмотре одного из них стражи порядка изъяли полкилограмма синтетики. Отпираться задержанные не стали и подробно рассказали оперативникам о своей деятельности. Их выслушала и Айгульба Друдинова. В основном они делали азина, горки, нос и виновские. Узнав географию закладок, полицейские получили оперативную информацию о трёх предполагаемых наркозбытчиках. На улице Рихарда Зорги во время закладки свёртков оперативники с поличным задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 21 года и 18-летняя девушка. В ходе личного досмотра одного из подозреваемых полицейские обнаружили в кармане его брюк пять свёртков с наркотиками, а в сумме крупную партию запрещенных веществ и предметы, используемые для их расфасовки. Всё обнаруженное было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что изъятые вещества являются такими наркотическими средствами, как ПВП. Таким образом, из незаконного оборота изъято 476 грамм синтетических наркотиков. После задержания полицейские установили, что один из молодых людей приобретал крупную партию наркотических средств, а затем совместно со своими подельниками расфасовывал их на мелкие дозы для последующего сбыта. Для поиска клиентов подозреваемые создали группу в одном из мессенджеров. Жили где? У себя по местам проживания? Нет. Снимали квартиру. А где хранил обычно? Добычно. Они все уже, ну, эти были готовы, ну, раскидываются. То есть расфасованы? Да. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание на 20 лет лишения свободы». На время следствия все трое останутся под стражей. Айгуль Бодрудинова, Айрат Назипов, Квиза 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Тут даже можно прислать снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.